Привет! Сегодня первый день книг-марафона. Я не верю, что прошел уже целый год с предыдущего марафона. Я ровно год назад, ну почти чуть меньше, чуть больше, встречала вас в видео той же фразой. Задание марафона этого года, главное, большое, основное задание, это прочитать как можно больше книг, за которые боялся браться раньше. Поэтому марафон называется «Прочеть всё». Также задание сегодняшнего дня включает в себя показ и рассказ книг, которые ты не прочитал. У меня это порядка 50 книг, по-моему, получается даже чуть больше, и они все рядом со мной здесь сейчас находятся. И нужно описать сначала эмоции, какие я чувствую, глядя вот на это всё добро. На самом деле меня это очень сильно пугает, потому что я понимаю, что я в этом году покупала значительно больше, чем могла себе позволить именно как читатель, не в плане финансов, что там денег не хватает или ещё что-то, а именно вот как читатель я покупала гораздо больше, чем мне было действительно нужно. И из-за этого многие книги оставались на моей книжной полке очень надолго. Но подробнее мы разобьём эту мысль завтра, а сегодня я должна вам показать, что же томится у меня в непрочитанном. Я постараюсь быть как можно более быстрой. Во-первых, Джон Грин, многочисленные Катерины. Гарри Поттер, у меня... Ой-ой-ой-ой... Вся вот эта вот группа товарищей тоже лежит в непрочитанном. У меня прочитанна только первая книга, поэтому это тоже. Сидите. Потом Филипп Пуллман и его остальные три части. Я пытаюсь найти их. Один, два, вот третья. Три части серии про Салли Локхарт. Затем, боже мой, Брэндон Мулл, Звери-воители. Опять же, та книга, которой я очень горела, когда я её купала. Но сейчас я уже смотрю и вообще не понимаю, зачем я её купила. Дальше, что у нас тут находится? Кэтрин Ву, Стефан Цвейк, Обещание, Ночной цирк, Эрин Мотенштейн, Сидни Чемберс и Тень смерти. Зачем я это купила? Если у вас бывает такой же, Обязательно напишите, чтобы я знала, что я не одинока. С Ластёна Макьюэна. Далее у меня три больших книжечки. Мастерство фуд-фотографии. За кулисами аббатства Даунта. Как Хрюша зимовал. До сих пор у меня лежит хотя бы не пять страниц. Далее. Важные годы, острые предметы. На границе кольца. И моя хрюша падает уже. Далее у нас идёт. Ой-ой-ой-ой. Марсианин. Гоуэр Цент. Шерлок Холмс и Мэри Рассел. Алая королева. Боже мой, виновата любовь. Дальше у нас Сара Джиу. Ежевичная зима. Быстрее не всё у нас скоро снаращивается. С размером на образ Мойни Феннеггер. Дальше у нас после войны. Что это? Заводной апельсин. Джейн Остен. Катнэйпинг. Нюси сегодня мой конвейер. Диана Уинн Джонс. Я хотела назвать её Жеклин Уилсон. Последний, честно говоря, Силена Колец. Сергей Довлатов. Морис Дрюон. Книга, которую ещё никто не видел. Это Кселина Коути, Елена Прокофьевна, Джейн Остен и её современницы. Я не покупаю сейчас книг, но эту книгу я не могла не купить, потому что была встреча с авторами. Дальше идём. По месте Даунтон. Две книжки из серии «Школа номер». Дальше «Отсчёт» Дженнифер Арменд Роуд. Шерлэк Холмс. Литература. Зубная фея. Евгений Онегин. Добавляю, вспоминай, что у тебя есть предчувствие конца. Маленькие женщины и карьера Роудов. Это была последняя книга. На самом деле... Ох, даже всё упало. Ну пусть они сидят со мной и продолжают это видео. Не падать, не падать. На самом деле это действительно страшновато. Потому что пока ты не взглянешь в глаза вот этому своему страху книгам непрочитанным, ты не поймёшь, насколько вообще масштаб катастрофы огромен. Мои непрочитанные книги стоят не в моей комнате, а в гостиной, поэтому я их большую часть времени суток не вижу вообще. И это меня, наверное, немножко расхолаживает. С другой стороны, когда они стояли в моей комнате, я всё время на них смотрела и представляла, как рядом с ними появятся ещё новые книги. И это меня, наверное, расхолаживало ещё больше, потому что с тех пор, как я перенесла новые книги, непрочитанные, куда подальше, я перестала покупать так много. Ну вообще, в принципе, перестала покупать. И я думаю, это связано с тем, что эти книги как раз не мозолили мне глаза, и они мне не приедались. И для меня это сейчас действительно новые книги. Я их редко вижу, практически никогда не вижу. Они как будто только что из магазина пришли. В общем, да, именно моя ситуация, это количество книг для меня немыслимое. Оно и вынудило меня сделать темой этого марафона именно прочесть всё. Конечно, всё-всё я не планирую читать в рамках марафона, но тем не менее постараюсь побольше прочесть. Из того, что у меня не читано. Теперь нужно найти книги, которые я читала сегодня. Это целые две книги. Первая — это «Сборщик душ». И тут антология множества авторов, которая посвящена сказкам. Почему я сейчас так сильно тяну и пытаюсь придумать, что сказать, потому что я не могу найти себе оправдание, и я за сегодня прочитала эту книгу. И я думаю, что больше я себя в рамках марафона насиловать не буду. Я ходила в шоке, когда я прочитала книгу, потому что есть 500 страниц, а я столько обычно не читаю за день. Поэтому я подумала, что «Оля, ты, конечно, молодец, но оставшиеся шесть дней можешь как-то смерить немножко тем». В целом, мне антология очень понравилась. Единственное, я бы не сказала, что она посвящена сказкам, это для меня лично были скорее фанфики по произведениям, потому что рядом с каждым произведением стоит оригинальное произведение, на основе которого оно было написано. По-моему, это очевидно фанфик. Было несколько сказок, действительно. Вот, допустим, Нил Гейман написал по сказке «Спящая красавица», «Дева и веретено». Это книга, которая выходит отдельно совсем скоро. Или была сказочка про русалочку, какие-то отсылки к русалочке, или отсылки к сказке «Братьев Гримм», но в остальном это были конкретно вот прям такие слямзанные основы с других произведений. Все, вам очень приятно. Было несколько рассказов, которые не очень ровно вписывались в сборник, оказались какими-то левыми здесь. Не по сюжету, а именно по уровню написания. Казалось, что авторам не хватало мастерства или навыков, или они просто решили в тусовочку как-то влиться. Но в целом даже авторы, от которых я мало чего ждала, это, допустим, авторы тех же прекрасных созданий, которые все время Нюси ругают, и которые я вспоминаю, когда вспоминаю не очень хорошую подростковую литературу, то здесь они меня очень порадовали, очень интересные истории написали. Эта книга не для подростков, как может казаться, потому что авторы здесь преимущественно подростковые, а книга действительно, как тут стоит рейтинг 18+, я бы, наверное, сказала 16+, но тем не менее, тут нет ничего такого прям уж конкретно детского. И книга, которую я начала, но решила уже себя сегодня вообще не мучить, это «Моя сестра живет на каминной полке». Кстати, почему я решила взять эту книгу? Причину. Она должна подойти под один из критериев. Это, наверное, скорее всего, охлаждение книги. Я не очень хотела ее брать. Наверное, после сборника Чарльза де Линта я немножко разочаровалась в жанре, ну, не в жанре, в формате рассказа в целом, потому что он у меня очень тяжело шел и довольно долго. И тут приятное удивление. Вот зачем нужен марафон, на самом деле. «Моя сестра живет на каминной полке», она «Бэль Питчер». Это книга, которую я выбрала, потому что я купила ее за очень маленькие деньги, 89 рублей, и тогда, когда я ее покупала, в моей голове была одна мысль, что эта книга дешевая, поэтому ее надо взять. Я не была на 100% уверена, что я хочу ее читать, она мне нужна только из-за того, что я хочу ее читать, а больше я, наверное, склонялась к тому, что я купила ее из-за низкой цены. Пока я ничего не могу сказать, потому что на 10-й странице я нахожусь, но надеюсь, что завтра, послезавтра мне хватит для того, чтобы эту книгу прочесть. Ну а на сегодня это все. Обязательно заходите в группу ВКонтактики, там происходит много всего интересного, куча участников, и я на самом деле не ожидала, что будет столько народу много участвовать, очень этому рада. Если вы не любите книжный марафон, то немножко стоит потерпеть, потому что это только 7 дней в году. Это как Новый год. Вот ты любишь работать, и только 7 дней в году ты будешь отдыхать и ничего не делать. Поэтому 7 дней в этом году вы будете наблюдать за тем, как блогеры, или обычные люди, или вы сами будут читать много-много книжек и выполнять каждый день задания. Ну а на сегодня это все, и я всегда ваша. Пока!